Никогда нельзя говорить А и не делать Б. Будет выглядеть странно. Во всем важна последовательность. В тренировке, в сексе, я не знаю, в алкоголизме, в пьянстве, даже в этом. Вот, поэтому, как бы сказать, вот в свое время, в шестнадцатом году или в пятнадцатом даже, когда я только репатриировался в Украину, прошло какое-то время и Верховная Рада приняла законы о переименовании названий населенных пунктов в Крыму старыми, настоящими, аутентичными названиями. Причем это в рамках закона о декоммунизации переименовались в 150 населенных пунктов. Всего Сталин переименовал, чтобы зачистить все Крымско-Татарское практически, более 1200 населенных пунктов в Крыму. В сорок восьмом, кажется, году был указ. И указ этот известен. Надо просто, если Сталинский указ тоже приравнять декоммунизации к этим названию, советские и так далее, так все равно это был геноцид, рамка геноцида уже признан Верховной Радой Крымско-Татарского народа, да давно. Но переименовали 150. Наутро и Google поменял названия, кажется, даже успел на картах. Там какие-то Селосоветские, Ленина. Вернули старые Крымско-Татарские названия, ну типа там Ускут, я не знаю, такие разные. А потом они испугались, на следующий день проголосовали, что только с момента деоккупации Крыма, то есть не злить Путина. Эта идеология понувала среди определенного круга людей еще до того, как вот говорят Зеленский пришел, там нет, Зеленский русофоб, не напоминаю вам. А было это и при Порошенко, и боялись злить Путина, и глупости по Крымскому Татару рассказывали друг другу про то, что мы турки, там мечтаем Украину разрушить. Вот, и вот, ну такие вот дела. Но, кстати, при Зеленском приняли закон о коренных народах, ждем продолжения. Там вторая часть, коренной народ, крымские татар, крымцы, я бы внес туда автентичное название тоже. И изменение десятого раздела Конституции в соответствии с шестидесятой статьей, соглашение об ассоциации Украины с ЕС от февраля 2021 года, где прямо об этом указано о реализации права крымцитарского народа на самопределение в составе Украины в виде национально-территориальной автономии. Можете почитать, это подписано президентом, ретифицированным парламентом Украины. Почему это не делается сейчас, что не злить Путина, уже не поздно, по-моему, он уже стреляет, уже достреливаем до оккупированного Крыма. Что думать-то? И в связи с названием тоже вот хочу сказать. Каждый украинец передайте другому украинцу, кто меня смотрит. Я же, правда же, очень маргинальный, она всегда маргинальна. Зрителей у меня немного, зато они с яйцами. Ну, в смысле, с мозгами тоже. Вот. Передайте всем, что вот эти вернуть нужно, и это нужно сделать вчера было, точнее позапозавчера. Нужно взять указ Сталина, во-первых, и полностью вернуть все крымситарские названия и часть эллинских названий, южных, да, там есть тоже часть, ну, типа Гурзуфа, вот есть еще там названия подобные. Вот. И пойти еще дальше, не только в десоветизацию, но и в деколонизацию. И вспомнить, что никаких, что вот это название Таврида, как назвала на Крым Екатерина, фашистка-основательница Русского рейха, это же она так восстание подавила, когда Пугачевская, она ей к Урал переименовала. А когда Крым оккупировала в нарушении Кучу-Каннадийского мирного договора, вот, она его переименовала, как бы она и Крым вроде и не брала. Да, это же Таврия, Таврия, все, Таврида. Я ничего не брала, это Таврида, да, с Таврида, блин, с Кумбрия. Вот. Ну, Кацап очень хитрый, да, это мясники такие хитрожопые очень сильно. Они, типа, а я тут не, а мы ни при чем. А все, я ничего не говорил, я ничего не имел в виду, ничего не знаю. Так вот. Такую штуку Екатерина, она придумала псевдогреческие названия. Ну, кроме того, что вот мы вернули все вот эти 1200, одним, значит, постановление Верховной Рады, я жду, кстати, Верховная Рада. Вы же не боитесь Путина, да, боевые русофобы уже все, не только те, кто ветераны войны сейчас воюют среди вас, а и все теперь русофобы, да, но если уж Вилку, там, то вы-то точно, и Добкин, то вы-то точно русофобы. Давайте-ка, верните-ка название всем крымским переименованным населенным пунктам в 48-м году. Но, идем дальше. Никакого, значит, Таврида, это вообще выдумка, псевдогреческое название. Вот, дальше. Но еще большая выдумка, если там, можно сказать, что там где-то Таврия, там какая-то они, там, этот регион называли, там, и так далее, может, как они по-разному называли, не имеет значения. В античные времена все назывались по-разному, по-другому. Вот, но вот эти искусственные названия, Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия, это не греческие названия Крым. Автентичные греческие, греческая этапонимика Крым, это Гурзуф, это Айсерез, значит, это Айпетри, это Айя София. Еще ряд названий, ну, знают люди. Есть Вахтан Кипиане, огромное, великолепное человечище, которое сделал карту с настоящим названием Крыма. Кстати, у него можно приобрести 100 гривен стоит. Каждый может повесить у себя дома и изучить настоящее название. Там по-крымски написано, по-украински. Там все классно просто. Вахтан сейчас в армии, просто мой герой. При этом огромное передавайте. Вот он эту работу сделал еще в 15-16 годах, но она ей не воспользовалась. Верховная Рада Украины и президент Украины уже второй созыв не пользуются этой картой, а надо бы. Поэтому в Симферополе никакого не существует. Это просто выдумка. Ему не 250 или 60 лет, как они считают, там пишут. Это город, называется Ахмеджит, Белая Церковь, если переводить на украинский. Белая Церковь, смешно, правда? Белая Церковь, едоками. Ну, там Белая Мечеть, да? И там стоит среди старого города, который надо весь реставрировать, выгонят отсюда эту Кацапню пропойную. Там одни алкаши живут в старых крымских домах под черепицей. Некоторые сохранились. Крымка вот эта круглая. И там есть мечеть 1501 года. Это вообще город вице-президента крымского государства, значит, Калгиз-Султана. Как бы это второй город, пусть Беш-Сарай считался, да? Это была резиденция заместителем избранного хана. Значит, вот это запоминаем. Ахмеджит. Ах, это Белая Меджит, это мечеть. Значит, Севастополь. Это... Никого в Севастополе нет. Севастополец была греческая колония, поселение на месте или рядом там где-то с нынешним временно оккупированным Сухуми, Сухуми. А Севастополь это прекрасная бухта. И был там поселок в этом месте красивым, когда очистим от этого металлолома. Будет нормальное название Ах-Яр. Ну, Яр, что такое Яр, вы знаете, да? Вот. Яр это украинское вполне себе такое же слово, хотя оно тюркское. А у нас много общих слов, мы просто не все знаем, что не все замечаем это, да? Кава, хаве, там, фельджан, фележанка, джезве, джезве, там, да, и так далее. Вот. Так вот, это Ах-Яр, Белый Яр, да? Ну, вот. Все названия соответствуют природе, видам природным, да? Вот это Ах-Яя, Белая Скала, так она и есть, да? Вот где Харсу-Базар, город у Черного Базара, да? Да, где вот, куда моя семья была депортирована. Ныне Белогорск тоже, тревнейший город на шелком пути, надо переименовать. Далее. Евпатория, Гезлев, Гезлев, или Кезлев писали, Гезлев, я так говорю, да? Это знают филологи, как правильно. Крупнейший порт крымского государства, крупнейшие сохранившиеся мечети, чудом, там какой-то склад они устроили. Джума-Джами, пятничная мечеть, очень красивая, благородная, прекрасный город, очистим от кацапов, отреставрируем. Там прекрасные кафе крымские, автентичные. Там варят единственное бузу в Крыму, это крымское пиво такое, без этого, безхмеля, безхмелевое пиво. А, да, да, бузу, да. И называется, называется бузе, да, или буза называется, да. И когда-то было в Крыму, было три вида заведений. Это буза хане, это где выпивали. Может было, там было даже макдрайв был, то есть ты мог подъехать, и не слезая с коня, тебе подносили бузу, ты выпивал и ехал дальше. Мои закуски, макдрайв, вот такое, ну, типа пивная, да, буза хане. Была хаве хане, это кавьярня, да, и в кавьярне там только, там было, курили табак, трубки и, там, наверное, кальяны. И, да, естественно, слоу бузите от этого, да. И, значит, кальяны курили, не кальяны, а трубки, наверное, курили, потому что кальяны. И пили каву, хаве, хаве, да, хаве, между кайх и бузуку, вот так, хаве. Да, по-разному говорится на серию Крыма на юге, вот. И были еще, ну, про места сексуальных удовольствий и прочие знаменитые бани, которых 600 бань было, только бычь-сарай общественных, это отдельный разговор. Читайте воспоминания европейских путешественников о Крыме, и вилячи-либи, например, кому очень много интересного. Про гей-курорт Мангуб, например. Не будем об этом сейчас. Вот, значит, дальше. Ну, Феодосия, вот это четыре самых известных города. Феодосия – это Кефе. Кефе – это такое немножко отюркованное греческое, древнее, настоящее греческое, древнее название. Да, Кефе. Вот эти четыре города тоже надо переименовать. Это многие же не знают, многие же думают, что это, ну, что понятно, в истории у нас, как писали, были древние греки, а потом прискакали татары на кривых конях откуда-то из Монголии, значит, всех перерезали, убили, съели, вот, а потом пришла Катерина Великая и вернула эту землю русским, при первом делу выселив как раз греков, чтобы не мешали, чтобы не были там первыми христианами, да, но это не те греки уже, понятно, но не важно. В общем, все перемешано к чертовой матери, конечно, и с этим надо заканчивать. И вот в честь, как бы, я вообще жду двух шагов следующих от президента Верховной Рады Украины. Это был бы мощнейший удар, и вот из грекона коренных народов приняли крымских татар, переименование этой автономии из АКР с русским флагом, который до сих пор существует, с нашим флагом, в крымситарскую автономию в составе Украины, мощнейший удар по Путину, они будут там просто, это круче, чем мост разбомбить крымский, я вам, поверьте мне, ну, я имею в виду в ментальном смысле. Ну, вот, вот, это, он, они не зря он называл, помните, как он истерил, когда крымских татар признали коренным народом, там истерика была, почему не русские, почему не там русских не признали, да потому, что это манипуляция, потому что коренные народы, это те, у которых нет государственных образований за пределами страны конкретно, это европейские формулировки, да, и нет, это одно дело национальное меньшинство, а другое дело коренной народ, да, коренной народ, у которого нет родины за пределами Украины, да, там у румын есть, у венгров есть, у евреев есть, у россиян, в общем, не знаю, считает ли себя кто-то россиян, В Украине изменяем их теперь. Упразднено вот это в Украине. Спасибо вашему фюреру, передайте русские. Греков и так далее, это национальное меньшинство. Абсолютно такие же граждане Украины. Классные все, и грузины, и армяне, кто угодно. Просто у них есть свои страны за пределами Украины. У нас своей страны нет. Мы живем только в Украине. И будем жить в Украине, в свободной Украине, в европейской Украине. И наши права будут защищены. Ни большинством, как всегда говорили, ну русских же больше. Поэтому вы прав никаких не имеете. Кто вы такие черножопые, да? Нет, такого больше не будет. Наши права будут защищены конституционными основами Украины. В которых все будет прописано. И никогда никто не сможет крымских татар уже унизить на своей земле. Как это было всегда. Как говорится, честь имею. Так оно и будет все. Продолжение следует...